МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Добрые ранницы. Сегодня последний день подачи у Центральную выборчую комиссию документов на регистрацию инициативных групп по вылучению кандидатов у президента. Таким чином выборчая кампания переходит на наступный этап. Межтым у населенных пунктах Гомельской области вызначены места, где заборонено пикетование с метой сбора подписов выборщиков. Отповедные решения приняты Гомельским городским и районными выканавчими комитетами. И они будут размещены на официальных сайтах и опубликованы у мясовых, друкованных сродках массовой информации. Решения уступят в силу с 23 липня и будут денечать до 21 жюня уключна. На проведение пикетов по сбору подписов у инших местах специального дозвола не потребуется. Нагадаем, выборы президента Республики Беларусь призначены на 11-е костричника. У Гомеля отбылось и посаджение коллеги областного управления МНС. На им были разледжены выники работы органов и подразделений по надзвычайных ситуациях Гомельской области за первое по угодзе 2015 года. У делу коллеги приняли керавники и работники аппарата областного управления МНС и его структурных подразделений, а так само министры по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Вашченко. Йон отзначил, у опошних годы в нашей краине назирается остановчая динамика снижения колькости пожаров и гибели на их людей. Что тычется в Гомельщины, наш регион по многих удельных показчиках выглядит наибольшь показально в паровнании с иншими областями краины. За последние пять годов тут отрымалось изнизить на 30% колькость пожаров и загинувших на их людей. Подобный становчий выник досягнутый, дякуючи активной и совместной прации аппарата областного управления МНС и его структурных подразделений, мясовых органов УЛАДы и всех субъектов профилактики. Варта значить, подчас коллеги подкресливается, спиняться на досягнутым не треба. По культрагедии все ж таки отбываются, гинуть люди. Тому необходимо шукать больше эффективные методы, способы працы, у тимлику и профилактичные. До речи, в последний час, в среднем мероприемства, накерованных на попереджении несчастных выпадков, наибольшевыниковыми являются непосредные промиссы встречи с насельництвом. Информационно-аналитическим центром при администрации президента проведены исследования, аналитика, и она показывает, что люди действительно воспринимают непосредственно прямое общение с ними, посредством встреч трех коллективов, посредством проведения сельских сходов, непосредственно встречи на мехдворах, непряженные беседы, разъяснения, объяснения. То есть мы продолжаем ту работу, которая способствует внедрению, в создание времени понимания, к чему приводит беспечность, понимание, к чему приводит халатное отношение к собственной безопасности. И там, где мы сумели достучаться, есть результат. До речи, сегодня отбудется урочистая церемония закрытия 13-го международного взлета юных выротовальников-пожарных и 11-го республиканского полевого лагера у лицея при Гомельском инженерном институте МНС. У программе мероприемства заплановано театрализованное выступление команды «Дельниц», презентация творчих номеров у каждой из команд, а так само узнагороджение «Пераможцау». Гомельские дети подчас каникулы умают макчымость отпаджить не только у летниках за городом, але и у пришкольных лагерах. У школе номер 44 города Гомеля имя Лебедева поклопотились и обтымка об каникулы 2015, пройшли весело и с максимальной корыстью. Школа номер 44 не выпадково называют школой биражливых. Вось уже 10 годов, як тут Мэтана Керавана займаюцца проектом энергосбережения. С того часу тут отрымаў прописку любимых героев «Вольтик», якого деці разом з наставниками придумали сами. «Вольтик – это памятка о том, как правильно сберегать энергию». «Вольтик – это наш друг». Лето – это не только весело, это не только замечательное времяпрепровождение, а лето должно быть ещё и полезным временем. Поэтому опытные педагоги нашей школы разработали целый ряд воспитательных мероприятий, которые не только будут интересны для децей, но и достаточно увлекательны и разнообразны по своей тематике». У гэтым годзе змена школьного лагера тематычна энергосбережения для нас и природы. Тому все мероприемства гэтага цыклу объядновываются падагульным девізам «Экалета – экономична и экологична». «Человек должен понять, для чего он должен экономить, для чего он должен бережно расходовать ресурсы и изменить, в первую очередь, самого себя, изменить свои какие-то привычки, привычный уклад жизни, сделать более рациональным, более разумным использование энергоресурсов». Так у школы заявилась и великая деловая гульня, у якой примают удел усе – педагоги, выпускники школы и навод батьки. Дети разгадывают кроссворды и пишут верши, удельничают у викторынах и выставах, створяют листовки про ахову природы, а выкинутым на сметник речам дают другое життём. Из-за усёды побачь «Сябр Вольтик», таким чином систематичная работа, якая наладжена у школы по пытаниях экономии и беражливости, принесла шматлики и перемоги на республиканском конкурсе «Энергомарафон». Это дозволило школе заменить в окна на энергосберагаючие и укоранить шерах энергоёмких проектов. «Прочитайте, пожалуйста, что у вас получилось». Энергосбережение – дело важное, энергосбережение – задача каждого. Тамара Бялицкая, Леся Рудзянкова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гумель». У Гомеля пройшёл семинар, присвяченный пытанием законодавства об охове працы. Специалистам рассказали про нововведение в этой сфере, а так само отказали на пытание, яке возникают в ходе правопроменяльной практики. В минулом году в новой редакции был принят закон об охове працы в Республице Беларусь. У Ягоу вошли нормативные акты, яке регламентовали разные аспекты относин помеж наймальникам и супрацовникам, их право и обовязкам. Однако в ходе практичного применения возникают новые пытания. До приклада, один из наибольшь спречных тычется медицинских оглядов на предмет стану алкогольного опьянения перед початком прационной измены. С будущих новин – корректировка правил расследования несчастных выпадков на вытворчасти и профессийных захворванье. А так само новая редакция правил оховой працы на Вышине. У зоне особливой уваги – те нормы, яке могут иметь двоякое тлумачение. Организаторы семинара так само означают корысть от взворотной сувязи. Почему для нашего министерства это интересно, что в таком общении с теми, кто применяет законодательство, узнаешь спорные или проблемные моменты в этом законодательстве. И тогда, соответственно, вносятся коррективы для того, чтобы законодательство однозначно читалось, однозначно применялось, независимо от того, в какой организации, где работает работник. Чтобы это было все однообразно, едино и понятно для всех. У областной универсальной библиотецы имя Ленин открылась персональная выстава гомельского фотографа Артема Якубенки. Экспозиция представляет собой около 20 фотосдымков, сделанных аутром на протягу его профессийной деятельности. Выстава дейничная в рамках молодежного проекта «Поколение мы», который в этом году проходят у областной библиотецы имя Ленина по инициативе ее сотрудников. С момента его старта в установке уже побывали танцевальные коллективы, музыканты и поэты. Все жадачи смогли познайомиться с незвычайным и шаровным светом фотографии. Свои творческие работы представил молодой гомельский фотограф Артем Якубенко. Фотомастак робил свои шедевры на протягу профессийной деятельности. На здымках у вас облены разностайные моменты и подеи, которые хвалюют театрам. У гомели завершились Олимпийские дни молоди и в гомельской области Павиславане на Байдарках и Каное. У споборництвах приняли удела малю сема цнейшая спортсмена региона 1998-99 годов на Радженне. Больше за 100 удельников представляли 8 команд. ГТС-поборництвы традиционно сбирают слепших юнаков и девочат. По выниках формируется сборная в области, якая отправится на Республиканские Олимпийские дни. А удалое выступление там забеспечить место у национальной команде. У первый день канаисты и байдарочники выявляли мощнейших у одиночцы и двоицы на 1500 метровцы. У заключной у программы была самая престижная дистанция 200 метров. Соправдным триумфатором с поборництву стала мазыранка Алина Неумержицкая. Ее не было ровных у заездах байдарки-одиночки на усих трех дистанциях. Рыхтовалася да с поборництва у Алина Сурьезна, але такого поспеху не чекала. Конечно, эти гонки были по старшему году, но я не сильно ожидала такого результата. Думала, где-то так вот в серединке приехать, но показало больше. У агульнокомандным залику первое место досталось о команде Мазыра, другое у Гамельчан. Замкнули тройку призеров спортсмены со Светлогорска. И на этом наш ранешний выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры.